Всем привет, с вами Тома, и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони-новостях за прошедшую неделю. В честь годовщины игры Genshin Impact у меня на сайте скидки на мерч, если кому-то эта тема интересна, то ссылка на сам сайт указана в описании и закрепленном комментарии. Пятое поколение. Начнем мы внезапно с будущего сериала. Канадская анимационная студия Atomic Cartoons, которая будет создавать новый сериал по My Little Pony, опубликовала еще ряд вакансий для работы над этим проектом. В мае они искали CG-дизайнера, теперь же речь идет о CG-аниматорах, среди требований знания 3D-пакета Maya. До выхода фильма My Little Pony A New Generation по всему миру остается меньше недели. В некоторых российских городах 18 сентября уже прошли предпоказы. В целом отзывы о картине от взрослых фанатов весьма положительные. По крайней мере, многие пишут, что для старта нового поколения фильм подходит весьма хорошо и справляется со своей основной задачей – знакомством с новыми героями. Увы, как итог этого предпоказа, в сети, конечно же, появилась театральная пиратская версия фильма. Если вы не хотите нахвататься спойлеров на финишной прямой перед выходом ленты, листайте новостные подборки аккуратно, так как отрывки и скриншоты, конечно же, будут расползаться весьма активно. Кстати, в Москве предпоказ состоится только 21 числа, и это будет закрытый показ по приглашениям с звездами озвучки. Информация эта стала известна из коллаборации с сетью Кафе Андерсон, которые предлагают за покупку весьма дорогого тортика три билета на этот сеанс. Правда, не очень понятно, билеты будут просто для первых купивших, или среди всех покупателей будет еще какой-то розыгрыш. Если кому-то интересно, то нет, меня никто никуда не приглашал, и своим мнением я смогу с вами поделиться только уже после общемировой премьеры. Возвращаясь к спойлерам, официальные источники и сами продолжают публиковать целые отрывки из предстоящей ленты. В описании будут ссылки на три видео. Диалог Сани и Изи при первом знакомстве, показ гаджетов на фабрике земных пони и песня Изи. Причем последняя из корейского дубляжа и местами звучит почти как какой-нибудь кей-поп. Смотреть эти отрывки или подождать фильм решать вам. Более расширенные спойлеры вышли и в новой польской книге. Это уже второе издание, пересказывающее фильм, но надо сказать, что по моим ощущениям, беглого просмотра эта версия гораздо более подробная, чем американская. Ссылку также можно найти в описании. Также на музыкальных сервисах начали публиковать песни из фильма. Вышли песни Peep Glowing Up и It's Alright, вероятно, из титров. Последнюю можно послушать и на официальном YouTube-канале, ссылка будет в описании. На различных ресурсах продолжают публиковать подборки фактов о новых героях. Если вы смотрели предыдущие новостные выпуски, то основная масса информации вам уже будет известна. Действительно, новая информация появилась только о взаимоотношениях сестер Пегасов. Зип является старшей сестрой и наследницей трона, но, увы, ей совсем не интересны правления и жизнь в дворце. И более того, она боится, что просто не обладает качествами, которые нужны будущей королеве. Возможно, частично на этой почве у нее несколько натянутые отношения с младшей сестрой Пип, которая, с какой стороны ни посмотри, выглядит куда более похожей на принцессу. Сама же Пип, хоть и обладает любовью фанатов, желанием и талантом радовать окружающих, пытается добиться внимания своей старшей сестры, которым, как вы понимаете, она сильно обделена. Будем надеяться, что совместные приключения помогут наладить их отношения друг с другом. И в продолжении темы характеров очередной опросник, в этот раз из журнала Animal Trails. Новости игрушек. Майти Джакс, которые выпускали пони скелетиков, анонсировали новые фигурки-сюрпризы Quiftel Fans. Как вы понимаете, это искаженная фраза «Кристальные друзья». Первая волна состоит из главной шестерки и выходит 27 октября. Седьмой редкой фигуркой с шансом 1 к 24 идет Селестия на молде Твилет. В последующих выпусках я поделюсь дополнительными фото, когда они появятся на официальном сайте. Приятный сюрприз и среди плюшевых игрушек. Компания Symbiote Studios представили мягкую игрушку Rainbow Dash, которую они планируют выпустить в ноябре. Никакой подробной информации пока нет, но будем надеяться, что это только первая пони в их исполнении, потому что для фабричной плюшки она выглядит весьма неплохо. Промо-фото набора Princess Petals Performance Prep с сайта Walmart, о котором я уже рассказывала в предыдущих выпусках. Тут лучше видно, что в наборе с игрушкой идут 4 листика стикеров, которые предполагается использовать как декор для пони. Новые милые промо-фото коллекции косметики Lottie London, которая, кстати, появилась также на сайте Walmart. Будет ли эта коллекция доступна в России, я так и не знаю. Если кто-то из вас увидит их в продаже, не забудьте поделиться этой информацией. Во Франции в новом номере журнала вышла фигурка Санни, а в самом номере был комикс из начальных сцен фильма. Ждать ли в скором времени эту Санни у нас, пока не очень понятно, так как никакой информации о следующем выпуске журнала пока нет. Еще один вариант паззлов от Traffle и подборка новинок с сайта Simoland, которые, впрочем, к пони имеют весьма небольшое отношение. Набор для опытов «Создай свою гирлянду», наборы для творчества «Волшебные бомбочки своими руками», «Опыты для детей», «Веселые кристаллы» и «Доска для рисования». Официальные комиксы. Появилась обновленная дата выхода последнего 102-го выпуска основной линейки комиксов «My Little Pony Friendship is Magic». Номер должен был выйти еще в сентябре, но его перенесли на 13 октября. И также появился анонс третьего выпуска «My Little Pony Generations», который должен выйти 29 декабря. После того, как пони рассорились из-за гнусного плана Граклы и Дайры, Твайлы, Дзекоры и Пинки пытаются разобраться в происходящем, и откуда-то появляется радужный мост. Пони-ферма от Gameloft. В игре стартовала мега-акция про очередную модную коллекцию Рерити и Уйсотля, которому эта коллекция не понравилась. Рерити решила повторить успех своей прошлой исторической коллекции одежды, и новой темой выбрала Тиночтитлан. Напомню, это ацтетский город-государство, который был разрушен испанцами. И в мире пони это место охраняет Уйсотль от вечных попыток Дерингду и компании растащить всем местные культурные ценности. Увы, но те исторические материалы, с которыми Рерити помогала даже Твайлет, оказались не совсем верными, так как были написаны уже пони, и Уйсотлю решительно не нравится то, что Рерити получилось в итоге. И в процессе акции он, видимо, поведает более подробную историю своего края. Акция костюмного типа и в главной роли выступает Рикси, хотя я пока не дошла до момента, где это было бы сюжетно объяснено. В качестве призов декор, магазин и несколько персонажей, включая Уйсотля. Списки бустеров, самые разные пони на историческую тему, включая персонажей как из сериала, так и из комиксов. И даже пони-ознаватели Эквестрии, плюс две новые актуальные коллекции с ними. Отдельное видео об акции было на канале, ссылка будет указана в описании. Это были все пони-новости, о которых я хотела рассказать. На всякий случай напомню о распродаже мерча на моем сайте. До встречи в следующих видео, с вами была Тома, пока!